Вот тут охотники приезжали, видно, что по-хорошему все. Стекло не разбитое, положили, пластами обложили. Но видно, что это грамотно сделано. Да, это грамотно. Грамотно. У них никуда не пойдет. А правило, наша трава рядом. Грамотно. Со спиртным еще. Да. Посмотрим, что у нас они натворили. Да, пруд сошел. Вот и что, был полнехоник вообще. Вот оно как. Это мы здесь загородку делали, но оно ее сломало, и мы ее тогда обратно притащили сюда. Тут сколько переделано, тут не выскажешь. И все вручную. Да, мелел здорово, конечно. Так вода-то дошла вот докуда была. Да, тут... Впина была бы солидная. Да, да, да. Метра полтора упала. Смотри как. Смотри, как мы здесь загрудили. Вода-то дошла до самого верху. Да. И внизу прорвало теперь по бобриной норе, и вся ушла. Ушло тут больше двух метров воды. Ничего себе. Больше двух метров. Обидно, конечно. Обидно. Тут туда-то на мотоцикле есть. Помирать будешь, помни. Не знаю. На мотоцикле есть, не знаю. На велосипеде. Не успеешь. Помнишь, как обглодали все. Это бобрики. О! А это кто жоп-то? А это кто? Это шерсть. Шерсть. Она еще бежит. Вон она. Ну я мешок с глины закинул, она так промыла его и все. Представьте. Какая поток. Вон она там мешок лежит. Вы копали не туда. Вон, видишь, какая она рота. Ну ее подразмыло уже. Вот там мешки лежат с глиной. Вот тут это мы рыли. Старались найти его. Ну конечно. Вот сколько набросали, ничего не помогло. Мешков-то сколько получили. Бросали, бросали, бросали. Вон там заход был. Это наши деревья. Притянуло их. Вот где идет это? Это бобер. Попер куда? Против нас, русских людей. Вот сейчас если закрыть, то еще можно набрать было бы. Ну может быть. Надо вот это вот сейчас откидывать сюда. Кого? Ну что, наискать-то где его? Где дыра-то его? Да тут не одна дыра, Игнатьевич. А? Тут не одна дыра-то. А что это, здесь копательный текст? Мы же одну дыру-то закрыли, мы ее нашли, мы ее завалили мешками. Она еще где-то бежит. Будешь найти вторую. Выхода-то никакого нет. А у кого копательный текст? Еще вода течет, еще можно было добрать. У Лужкова есть, но она слабая у него. Он только может грузить. Копать он не может. Тут же вот заехать можно. Вот еще обвалило. Это явно, что это его работа. В интернете ролики показывают, он обвалил берега целые. Он там подрывает? Конечно. И все. Это, судя по всему, Игнатьевич, судя по расположению горы, вот тут вот где-то у него... Вот вода, где текла. Вот считай, что до 2 метра вполне может быть. Ну, да, метр. От корыта, она в корыта же текла. Да, бежала. До ской перегораживали. Надо вот тут вот смотреть по течению, бумажку бросать и куда течение тянет. Вот, вот где вода текла. Вот, вот вода текла где. А тут мы поднимать еще должны были вот докуда. Подъемная была. А то, что мы там искусственно делали, она вымыла ее. Вымыла? Да. Ну, ничего не сделаешь. Вымыла, значит, забить надо будет еще один раз. Вы можете слезть и посмотреть. Да сейчас не будем смотреть. Пошли. У нас прям нет. Все надо. Глава Христу. Вот сегодня у нас 13 мая 2017 года продолжаем на пруду Рыжковском работать по усилению берега Самоном. Вот, братья трудятся Александр, Виктор называющий. А он там, где началось, били. Весная ССБ снимает. Какой лишней жителей нету. Лишней. Общественная. Доводится с ведро на голову. Вон, вон лежат. Будем делать нагородку, чтобы они проросли. И корнями укрепили почву. Понял, Степан? Понял. Иначе он опять проржет. И вот, промыв воды. Мы его забили кольями. Проволоку даже немножко затянули. И самонон забиваем. Давай еще. На, подержи. Маленько. Ниже. Слушай, она мне дает. Подожди, он возьмет. Не, ты не надо. У меня помощь и хороший. Ставь, держи вот это сейчас. И книзу нажимай. Ты тянешь не туда. Ты зажимаешь в ней. Вот куда я пилюдок, в обратную сторону отжимай. Парень деревенский. Ты должен все знать. Это городские ничего не умеют делать. Только компьютер играть. Тогда сейчас должен куда давить. Вот так вот, вниз. Вот. А теперь, держи, вот это вот снимем мы. Вот так, купли ее. О! Что она так не идет? А ну-ка попробуем еще, держи. Вот, теперь она раздвинулась. Еще, держи. Вот, мы сейчас с той стороны вот эти все посадим, корешки. Только вниз корешками-то. И у нас уже через год корешки у ней появятся. И они нашу дамбу будут закреплять. Вот я здесь, это, вода текла, глубоко сейчас смотрю. Там просто глубоко. Надо сейчас все вокруг перебрать и засамонить вот здесь вот. Вот, вот какое дело-то. Когда все, с налета-то приехал, потонул. Ну, работа-то тяжелая. Ну, и два до постели, до барабола-то. Кое-кое-как. Не охота лежать-то. Вот, давай, Степа, держи. Подожди-ка. Подожди, вот это корешки надо брать без макушек, а то засохнет. Смотри, какой длинный делаем. Запоминай, нас не будет, ты будешь так делать. Вот, клади. Бери, это вытаскивай. Вон я нашел хороший целый. В пустарне. Сегодня я уже второй день тут. Пятер приехали маленько получше. Ох, ночь прошла как одна минута. Давай, Степа, давай. Кряхни, затащи. Степа, ухлади там, где эта стена. Ага. Мы сомоним. Вот оно как. А это вот две объеденные. Это вот. Это бобер все объел. Вот сколько видно. Белые где найди, покажи. Ну, вон они видно. Верхушки сгрызены. Мы обращаемся ко всем охотникам. Если можно, их стрелять, и в красную гибу занесены. Есть, я не знаю. Помогите, придите. Все ваше будет. И мясо, и шкуры. Еще и на... Современный вагон. В последующий год он достанется воспоминание. И снимай с теплыми двумя выборами. Еще вагон. Ну, стелки есть. Современный вагон. Тебе быстрее будешь двигаться, тем меньше комаров будет у тебя. Мы его прямо сейчас же сразу посадим. В прошлом году мы садили. Примерно 110 приросло на Костровом, Симаковском пруду. Вот сколько. Ну, а здесь поменьше, штук 60. Не здесь, а на Храмовом. Оно когда вырастет, на старенькие деревья. Ну, и все. Вот тогда закрепилось. Вот оно идет как. Давай, Степонька, помогай. А то я упаду. Видишь, что размягшим. Стоим там. Няша. Няша это грязь такая. Няша. Ты, Степа, туда их перекидай. А там возьмешь. Отлично. Вот, смотри, макушка две. А то все объедено этим добром. Давай, Степа, вытаскивай. Вот, сейчас наготовим штук 50. Поставим тут сыра. И оно закрепит. Вон, Володя делает. Видишь, какой прорыв был. А мы с сеном все это заколопатили. Вот тут, видишь, какая дыра внизу. Ее надо сейчас пропилить. И просоманить эту берку. Вот так. Вперед. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Ты туда кидай, не ходи туда. Ты туда и скидывай, а потом там вынесешь. Через коряги-то зачем лазить? Вот здесь кидай сюда, по одной кидай, а не кидай на эту, где пьем воду-то. Вот ребенок учится здесь непрерывно. И он уже вопросы задавит такие, что у меня у сестры-дети учились на Сибирской школе. Ну и учительница говорит, какие у вас дети, то о таких вещах рассуждают, так они присутствуют, когда идут у нас дома, собрания, друзья, гости приезжают, а гости-то разные, из разных стран, это наяву ребенок видит, слышит, ну и запоминается ему это. Вот когда бывает отец там писатель или кто, и у него собирались писатели, а теперь он стал этим писателем. Ну почему-то, потому что у него с детства надо. Вот он работает, знает, как коров пасти, все знают дети. И деревню не хотят ехать. А раз не хотят ехать, а хотят есть, поэтому воровать надо. А воровать значит тюрьма плакала, и теперь... Это не надо. 45 лет, из них 30 лет в тюрьме провел. То есть, его годы считаются, а сколько он отнял жизни, ему там льготы, теперь женится, к нему приезжает какая-то там коммерсанша. Безумие полное. Преступник должен сидеть, как говорят. Я не за то, но до Моисеева это законы не доросли. Прощать может только христианин ради Бога. А это убил трех человек. Суд суден. А почему, не представляете, хотя мысленно, тут тех, кому жизнь оборвана была, жестоко убил двух женщин, ребенка. Он вот сидит, ему несовершеннолетний. Ну, знаете, этот Руслан. Тут приехали из Санкт-Петербурга, журналисты, жена и двое ребятишек. И он взял ружье, их всех перестрелял, сел на машину и поехал. А тела бросил, там, бия или какая-то. Ему 10 лет дали, больше нельзя срок. Ну, какая-то справедливость. Он выйдет, что лучше будет. То есть, он не должен жить. Не должен жить, я говорю, как патриот, не как христианин. Как христианин, тут другие нормы совсем. Вот в Греции было, мальчик поймал перепелку. И обстриг ей ножки. Перепелка и ножки. И ребенок заседал в Верховный суд Эллады. То есть, Верховный суд России. И все единодушно проголосовали. Смерть ему, ребенка казнили. А ему 6 лет было. Казнили. Почему? От него не должно быть потомство. А тут женится, пожизненно. 15 человек убил и женится. Еще потомство давать будет. А оно не другое будет. Оно только такое. Я уж не говорю, там, телегония, разные выдумки. Но это реально. Какого, говорит, корень такого плод. То есть, не выполнили. Не выполнили? Моисеев закон. За ним следует. Перед ним идет мусульманский закон. У них что? Чикаются. В Китае что делают? Коррупционеров всех выводят и тут же расстреливают. И коррупции такой нету. 2 миллиарда они управляются. Ну, расстреляли 5 тысяч. Так на 5-то, на 2 миллиарда это вообще ничто. А это новые законы, меморандум. Ельцин подписал. Да он и не знает, что подписал. Пьяная утроба. Разборовали страну и теперь на его ссылаются. Я не за то, чтобы расстреливали. Ну, не надо играть. Если прощать, то только ради Христа. Только. Прощать никто не имеет права. Так полноценно, как жертва Иисуса Христа. Он умер. А если этого нету, поэтому Моисеев закон говорит, предать его смерти. Коран пишет, ну, священная книга мусульман, смерть. И как это справедливо, смерть за смерть, зуб за зуб, око за око. Тюрьмы не надо набивать. А какие средства тратятся? Он сидит пожизненно. Ой-ой-ой, как этот Гес сидел и задавили этого шпандау. 93 года он не умирает. Все узники освободились, он сидит. Тюрьма, обслуга. Кого хоронять? Ну, и, конечно, тысячу раз дешевле задавить его. Задавили, и все, умер. Остановка сердца. Ну, конечно, остановка, если бы пятером навалились на него. Надо научиться во свете Библии все рассматривать. Вот мы это делаем. Делаем-то зачем? Ну, в первую очередь, живут люди. Были здесь когда-то... Это Рыжковский пруд. Рядом Рыжка выжили. Она вышла за Потеряева. Ивдокия Титовна. А он Иван Нефантьевич. Но Потеряевка-то образована была в 1818-м. То есть на следующий год ей будет 200 лет. 200 лет Потеряевки. Этот пруд-то был сделан, ну, не меньше как 100 лет. Вручную, тачки. Она сама опрокидывалась. Там накладывал кто-то и возили. Больдозеров не было. Еще их и не забрели даже. И люди все имели. А сейчас ничего не имеют. Мы пришли сюда. Все прорвано. Пруды это заново начали. За свой счет. Хотя для восстановления сел там отпускается. Да мы не идем даже. Но, может быть, отпустили бы. Может, отпустили. Сейчас говорят, это родившиеся, там, дети войны. Какую-то справку там. Я посмотрел, батюшки дали. Зачем она мне? Какую-то льготу дает? Нет. Ну, у меня есть льготы. Я репрессированный. Теперь реабилитированный. Политзаключенный. И могу ездить в любой конец страны. С 92-го года реабилитации. 92-го, посчитай. Второй, 12-й, это 20 лет. И еще 25 лет. Я ни разу не воспользовался этой льготой. Зубы вставлять. Сначала выбили, теперь вставлять. То есть, нигде ни разу ни одной льготой не воспользовался. Ни разу. Минимальная пенсия. Почему? Не давали работать. Фальшивая власть. Я голодный не был. А эти живут, все получают, все хватает. И даже конца края нет. У меня хорошее было мнение о первом секретаре райкома партии Мамонтовской, Куфаеве. Алексей Владимирович или как его, Александрович. Ну и приехала, когда прокурор в прошлом году, или помпрокурора, я о нем отознал. Так он сидит. Как сидит? В тюрьме, в лагере. А за что? Она назвала страшную сумму, которую отпускали на сельское хозяйство. А он в краевой администрации Алтайского края был по сельскому хозяйству-то. Я его лично знаю, лично. Он мне нравился. Он чем нравился? Он не мешал. Когда начали строить, он приехал и говорит, ребята, вот вы делаете. Тут ни инфраструктуры нет, ни дороги, ни электричества. А сколько сел заброшенных, где все сохранилось. Поезжайте туда. Мы говорим, это родина наша. Мы вас одно просим только. А что именно? Не мешайте нам. У нас хватит таланта, все построить. Я обещаю. И когда уже отстроились, он приехал, посмотрел, похвалил, поудивлялся. И вдруг сын Юрия его, говорит, уже три года сидел, но сейчас уже четыре. То есть, как так? Первый секретарь райкома партии. Такие возвышенные идеи были, равенство, братство. А в душе все тоже оставалось. Почему? Неверующий. Я бы посетил его в тюрьме. Посетил в лагерь. Но не допускают нигде. Я не упрекаю. Просто, ну знаю, страха Божия нет. Все. Уголовный кодекс вошел вовнутрь человека. Так я беру-то, какие простые, а сколько там судят, а какие там Сердюковы разные, Васильева. Сколько наворовали мавроди разные-то, бесов вроде. И вот когда делаешь, я вот работаю, все, размышляю, молюсь и благодарю Бога, что не имею должности никакой. Вот 10 июня, ну, осталось меньше месяца, мне будет 78. 78. Конечно, годы сказываются, но я вчера и на вышку везде голубям пролез, здесь работал, утащился. Как говорится, уволохся. Э, не надо тянуть. Сними. Никогда не делай. Блатные только так натягивают. Ты, мальчик-то, не такой, как блатные-то. Никогда не натягивай. У них все время подбородок, они жуют. И вот мы здесь сделаем, будут жить люди. А придется вам видеть плоды, ну, вряд ли, вряд ли. Ну, вот мы теперь забутили, один год прорвало тут, бобры, может быть, бобров уничтожат. Смотри, какую загородку сделали, там все забивают. Огромная кувалда, килограмм на 15. Долгит. Какие ребята? Виктор, вон пришел Саша, Шадрин. Ослужил в армии, женился. И вот все друг к другу спешат на встречу. Вот так. Самонят. И сейчас дело пойдет к концу. И сразу там два места такие. Это самый большой участок. Прорва какая. Тут метра четыре, если не больше, прорыв. Вот в этом месте-то. А ну-ка, Витя, раскинь руки. Сколько здесь будет? От первого до последнего столбика. Ну я сейчас вот так примерю. Руки раскинь, ну ладно. Два, три, четыре. Четыре метра. Четыре метра. Да, четыре метра. Представь, сколько будет идти. Издалека таскают руками глину. Это сколько тут кубометров перетаскали. И все во славу Божию. Господь повелел это работать и... Ну работать и молиться, молиться и работать. А иначе ничего никогда не будет. Ну и пример, конечно, это для поколения подрастающего. Вот так мы здесь сделаем. Сейчас выпиливаю и сразу наслаждать буду. И дальше приростут уже без нас. Все, понятно, все. Подъехали по барабашу Игоря. Загружает солому с полей в озеро. Сигнать, начин. Роман, он помогает, принимает соломы. Роман, он помогает, принимает соломы. Сигнать, начинай. Роман, он помогает. Сигнать. Сигнать, надо. Веса не хватает. 140 килограмм проходило. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok